В 14 выпуске подкаста «Скептик» у нас был первый гость Михаил Лидин, и мы брали у него интервью, где он рассказывал о том, как он пришел к скептицизму. До этого он был человеком, который верил во всякие эзотерические вещи, в какие-то сверхъестественные явления. Мы получаем иногда запросы от слушателей, которые просят рассказать о том, как те из нас, которые были верующими, пришли к скептицизму. И я думаю, что сегодняшний подкаст можно посвятить как раз этой теме. Ну, я начну с себя, да. Я был верующим около 30 лет. Прежде всего, я был эзотериком, и только потом православным человеком. Православным человеком я был не принципиально, то есть для тех людей, которые когда-либо увлекались, верили в эзотерику, принципиально не конкретная конфессия, а просто понятие того, что некий Бог существует. Уж какая там конкретная конфессия православия, католичество, это уже зависит от того, где ты живешь. Как правило, люди, которые верят в эзотерику, они не слишком принципиально подходят к религии, то есть это у них довольно все амбивалентно. И это из них редко получается фундаменталисты, только если человек из эзотерики ушел в какое-то фундаментальное православие. Такие истории случаются. Ну и я очень долгое время крутился в кругу людей, которые верят во все эти вещи, которые вообще в жизни оперируют какими-то эзотерическими понятиями, сверхъестественными явлениями и считают это нормальным, а самое главное даже продвинутым. То есть если человек придерживается материализма, то это считается, что он поверхностно смотрит на вещи. А вот если ты видишь в жизни какие-то там закономерности, ты видишь звоночки, как высшие силы тебе подсказывают что-то, то это считается продвинутым пониманием жизни. Это какое-то такое глубокое внутреннее осознание бытия. И постепенно отходить от этого мировоззрения я стал, во-первых, одним из ключевых факторов было уход из этого круга людей. То есть я стал жить самостоятельно, вокруг меня были люди не эзотерические, не религиозные, вокруг меня не было никого, кто говорил бы напрямую о скептицизме или об атеизме, но зато не было никого, кто напрямую говорил бы про какие-то эзотерические понятия. И поэтому я через какое-то время, когда, например, приезжал к родителям, я вдруг начинал понимать, что я действительно очень отошел от таких понятий. То есть они начинали говорить какие-то вещи, для меня это было как давно забытый мир такой, в котором я не был. И иногда было, что я прям вспоминал, ну надо же, а ведь действительно есть же вот этот вот волшебный мир, где могут исполняться желания, где можно исцелить любую болезнь. И в принципе даже из-за этой ситуации я в какой-то момент отказался от хирургической операции. На которую я уже записался, и я просто поговорив с одним из родственников, он мне сказал, да ты что, да ведь. И я как-то снова проникся вот этим эзотерическим сознанием и отменил это дело. Ну и после того, как, то есть вот этот фактор был, что когда я ушел из этого круга, то я стал более открыт каким-то другим рациональным аргументам. Ну а если вести речь о конкретных аргументах, как и конкретных мыслях, соображениях, которые стали меня приводить уже к сознательному скептицизму, самым первым, насколько я помню, было осознание несовершенства человеческого тела. То есть когда я стал узнавать такие вещи, как то, что близорукость, например, может быть связана с тем, что у человека слишком, ну, череп растет и начинает растягиваться глаз. Есть такой эффект. И такая близорукость, она обычно развивается до определенного возраста. Когда череп перестает расти, размер, когда перестает увеличиваться, близорукость прекращается. Как правило, у большинства людей близорукость носит именно такой характер, и после 25 лет она перестает, зрение перестает ухудшаться. Просто когда я это узнал, я понял, что все разговоры про совершенное человеческое тело, они, в общем-то, не имеют никакого значения. Причем, что интересно, я до этого уже слушал какие-то вещи, связанные там с атеизмом, и мне казались все эти аргументы, ну, неубедительными. Мне казалось, что я воспринимаю религию глубже, что речь совсем о другом, что то есть какие-то там, они критикуют поверхностные моменты. А на самом деле, тем не менее, эти аргументы вдруг стали на меня оказывать действие. То есть я вроде никогда не заморачивался с совершенством человеческого тела. Но когда я стал задумываться об этом, у меня вдруг стали какие-то такие вот когнитивные диссонансы такой пошел. А действительно, ведь по идее, как бы, должно быть совершенное. Ну вот, ну и, в принципе, потом я написал статью про Лазарева. Это было для меня неожиданностью, потому что я думал написать статью, связанную с некоторыми философскими несостыковками. Я думал, что я просто напишу о том, как я не согласен по некоторым философским моментам. И когда я стал смотреть ссылки и стал проводить какое-то довольно базовое интернет-расследование, я вдруг увидел не просто несостыковки, а как этот человек просто лжет на своих лекциях. Неважно, сознательно или нет, ну, просто говорить неправду на вещи, которые перепроверить элементарно. Там такие вещи, как там, чтобы Гольфстрим остановился. Вот он такие вещи говорил. И я помню, я даже присутствовал на семинаре, где Лазарев такие вещи говорил. И элементарная проверка по спутникам со всего мира показала, что это просто ложь. Не говоря же о том, что терминология сама просто ненаучная. То есть ни одно течение не может остановиться до тех пор, пока крутится Земля. Так может нас обманывают все эти спутники? Ну, это не очень реалистичное предположение, что они во всех странах, в разных, все дают в реальном времени, практически в реальном времени, задержкой в несколько минут. И что все это ложь, для меня это было неубедительно. Ищериков не веришь, Кирилл? Вообще не верю. Настоящий скептик. А вот скажи, Кирилл, какие есть предпосылки вообще для всех людей, которые могут как-то вот сдвинуть дело с мертвой точки? Есть какая-то там, ну, не знаю, что, вот какие у тебя, какое-то есть событие или что-то, что тебя вот сдвинуло прям? Ну, это очень, это, конечно, сложный вопрос, и, наверное, у каждого здесь будет свое мнение. Я думаю, что, наверное, воспитание и даже интеллектуальные способности человека, может быть, даже его любопытство, его характер все-таки влияют на это дело. Я, в принципе, всегда любил поспорить, так скажем, подискутировать. Мне всегда доставлял удовольствие этот процесс. И поэтому в тот момент, когда один человек сказал, все, у меня больше нет никаких вопросов, например, я знаю таких людей, и среди моих друзей, которые верующие, и среди моих родственников, есть люди, которые говорят, у меня вопросов нет, мне все понятно, я больше не хочу об этом говорить. У меня такого никогда не было. Даже когда я был верующим, я всегда был готов порассуждать. Может, тут стоит сказать, что все-таки любовь к спору и любовь к исследованию, к тому, чтобы докопаться до истины, это все-таки разные вещи. Просто есть люди, которые просто любят спорить, да, до потери пульса, с пены у рта, доказывают свою точку зрения, при этом они не слушают других людей. А есть те, кому реально интересно рассуждать, слушать других, искать новые ходы какие-то? По поводу споров есть еще даже такая определенная вещь, когда в пылу спора человек принимает точку зрения, то есть двое людей меняются своими точками зрения. Такое бывает, хотя, конечно, довольно редко. Именно для спора. Чтобы можно было его продолжать. Так, как я начали спорить, да, что приняли друг другу точку зрения, вот только вот, чтобы поддержать спор. Но я вот продолжаю отвечать на вопрос Ливона. Хотел бы сказать, что очень многие вещи, они были косвенными. То есть, например, я узнал про Джеймса Рэнди и про всю эту, так сказать, скептическую тусовку через фокусы. Я увлекался фокусами, Джеймс Рэнди фокусник, и на Ютюбе, кликая по разным ссылкам, каким-то образом попал на него. Это я хорошо помню, что я тогда был верующим. Мне как бы казалось, опять-таки, что все, что они говорят, это не относится к моей вере. Но вот именно вот такими косвенными методами я постепенно наслушался этой информации. И, видимо, она дошла до какой-то критической массы. И, ну, и потом, конечно, я узнал о том, что такое критическое мышление. Меня лично привлекла в этом красота вот этого мышления, что за счет логики можно прийти к совершенно неожиданным выводам. И каким-то людям будет казаться, что, а как, почему ты так думаешь, какое у тебя странное оригинальное мнение. А ты просто логически порассуждал, и на основе данных пришел к каким-то выводам, которые неочевидны. Это меня тоже привлекло. Ну и, наконец, конкретно, когда дело касалось атеизма, то я в какой-то момент, мне просто стало казаться странным, что если, например, Евангелие – это правда, почему-то мне стало непонятным, почему именно 2000 лет назад. То есть, если это правда, то она должна быть правдой всегда. Почему эту весть дали 2000 лет назад конкретным людям. Вот у меня вот эта вот мысль каким-то образом стала как-то вот... Ну, каким-то образом стал показать абсурдность всей этой идеей. Причем, ну, у каждого какой-то свой ключик. Но вот у меня вот началось с этого, что я думал, почему именно 2000 лет назад? Что, какая логика в этом? Как-то это непонятно. Этих людей уже нет. Какая-то книга написана непонятно. Ну, в общем, как-то так. Ну, и после этого постепенно одно за другим. Ну, конечно же, в какой-то момент всего этого образования, всего этого чтения, размышления, у меня пришло желание очень сильное именно разобраться. То есть, я понял, что мне неприятно уже оставаться в неведении и неприятно, например, говорить, что мне нравится что-то, при этом, когда я об этом в чем-то не знаю ничего. То есть, мне стало очень важно добраться до истины. И не важно, что на самом деле, главное, чтобы знать, как на самом деле. То есть, не важно, что я думаю, важно добраться до конечного пункта. Вот как-то так. Но процесс это очень сложный, не односторонний. И, конечно, ответить все-таки до конца сполна удовлетворительно на твой вопрос, Ливон, я думаю, очень трудно. Да, у каждого будет своих. Да. Ну, как бы я могу только продолжить, да, эту мысль, что сейчас уже все как в тумане, если вспоминать. Ну, почти все из нас не были от рождения ни скептиками, ни атеистами. Я, например, как бы получил такое достаточно светское воспитание, где мои родители не считали нужным меня, например, крестить или вводить в церковь или еще что-то такое. Не считали, что как бы существование Бога от религии вообще никак не зависит. Это что-то такое высшее, что мы не можем, что не имеет значения ни наши молебны, ни наши поступки, что это все так слишком мелко, что такой взгляд на жизнь характерен больше для каких-то там варваров, язычников, которые думают, что можно молитвой или там жертвоприношением задобрить какого-то башка, что... А для такого какого-то всевидящего существа это вообще мелочь. Ну, собственно, я с этим и с таким... Это, наверное, деизм, да? С таким деистическим мировоззрением я, собственно, и рос. У меня есть скрещенные двоюродные брат и сестра. Они религиозные достаточно люди. Мы не контактируем, но я так через третьих лет, через других родственников, через общих родственников знаю, что они так... Ну, вот я избежал этого. Но у меня были эзотерические взгляды уже, уже как бы становясь старше. Причем я получал техническое образование. И там, где я разбираюсь, вот в эти области, где я грамотное какое-то вот... Много информации, где я получил, я там не допускал ничего сверхъестественного. Но на свою социальную жизнь, на вещи, в которых я не сведущ, я почему-то проецировал какие-то такие... как будто я могу... Как будто я... Ну, как... Как будто у меня есть способности какие-то влиять на людей. Как будто у меня есть способность... Как будто от моих мыслей что-то зависит. Как будто от моего восприятия что-то... От того, как я воспринимаю что-то. Вот такие у меня были полуабсурдные представления. хотя я не всегда их использовал когда нужно было что-то важное когда нужно было дело сделать я естественно отказывался как-то от этого а когда от этого мало что зависело, мне нравилось играться этой мыслью просто ну вот собственно а вот уже сейчас уже недавно я просто вот эту часть со своей с того небольшого объема знаний которым я обладаю, где я не допускаю ничего сверхъестественного, где я очень хорошо все понимаю, я просто расширил вообще на все и оказалось это благо конечно ну а было ли какое-то событие которое сподвигло тебя это сделать, или это произошло естественно постепенно ну процесс не был ступенчатым, он был плавным но все же я как бы я как бы оглядываясь на то, что произошло я могу выделить такие вещи например во-первых уровень как бы образования интеллекта у меня вырос я как бы стал больше развиваться я как раз как бы в общем когда этот процесс пошел такой отказа я одновременно и переехал в Москву и начал самостоятельную жизнь и поступил здесь в магистратуру и нашел первую работу постоянно а не подработку и как бы ну в общем у меня полностью сменился круг общения полностью вплоть до того что там даже перестал звонить старым знакомым и они и они тоже потеряли со мной связь совершенно в общем такие вот вещи предшествовали еще немаловажным фактом было что у меня резко вырос интерес к религии и эзотерике в этот момент да я начал ну я всегда читал Библию как бы по жизни но это было но это шло из детства и я не перечитывал потом как бы ну вот как-то я считал что знаю как бы да и какие-то у меня отрывочные были воспоминания я считал что это и есть Библия а я начал прям перечитывать изучать параллельно пробовал какие-то практики эзотерические ну естественно везде обламывался ну что я был уже старше я уже анализировал как бы в общем и когда я вот какой-то объем знаний получил о христианстве о исламе о эзотерике через какое-то время просто это ушло прям и я понял что это фуфлоу просто большинство таких вот лояльных верующих они просто не осведомлены о своей религии хорошо есть даже шутка что кто прочитает Библию станет атеистом сразу Ливон а ты изначально верил в загробную жизнь или ты не задумывался об этом ну в общем у меня были представления такие что есть какое-то нефизическое составляющее у человека что оно живет после физического умирая но когда я начал прям реально думать о том что это я уже знал что наша память это физическая часть нашего мозга что наш характер это наша личность это физическая и в общем в общем я понял что если после смерти физического тела что-то остается это буду уже не я это вот эта вот частица вечная она не может быть просто мной и я вообще даже не узнаю что это есть и когда ты задумался для тебя это было каким-то откровением или это все естественно произошло то есть на тебя как-то ну не скажу что я прям начал рвать волосы на себя но какое-то время я ходил такой озабоченный этой мыслью скажем так грустненький ну да я такой блин ну я был ну как это произошло достаточно рано поэтому у меня не возникло мысли что я типа вот жизнь мимо прошла я только сейчас понял я просто рано понял и такой окей такой теперь надо как бы по-другому ну на самом деле это не очень сильно повлияло но вот какие-то философские какой-то мировоззренческие такие моменты они изменились конечно а рано это когда ну я не могу прям так сказать но я был молод и глуп тогда так скажем а у меня как раз ну вера в загробную жизнь много для меня значило и в принципе когда дело касается вера в сверхъестественное для меня это было наверное ключевым хотя при этом у меня никогда не было ощущения того даже когда я был верующим что я предпочел бы верить без оснований но утешать себя этой мыслью то есть для меня было важно действительно ли это так то есть я был изначально все-таки готов просто потому что для меня это была слишком важная мысль и когда я стал таким сознательным атеистом а это я запомнил вплоть до дня то есть у меня есть конкретный день кстати недавно была годовщина то для меня я потом ходил немножко так две недели может быть три может быть даже месяцок под таким впечатлением потому что с одной стороны была радость некоего освобождения от ложных представлений а с другой стороны осознание что ну все то есть ты лишаешься некоего воображаемого песочного замка и это конечно же особенно когда ты много фокусировался на таких вещах а я читал Семена Франка его трактат о смысле жизни который весьма популярен среди определенной определенной группы людей которые вот обычно как раз вот такие эзотерические либеральные верующие они любят читать эту книгу она написана очень классно и психологически хорошо выстроена и Семен Франк я думаю во все это верил то поэтому конечно для меня вот приход к атеизму означал и отказ от этой мечты и это было непросто для меня вера в загробную жизнь тоже была одним из ключевых моментов как бы вообще веры вообще я изначально воспитывалась в религиозной семье можно сказать то есть я с детства говорила что тут есть боженька есть там бла-бла там водили в церковь все такое вот но в то же время я почти сразу как только вот начала самостоятельно мыслить я уже как-то уже не могла себя назвать эзотерическим эзотерически иностранным человеком скорее наоборот была в отличие от Кирилла фундаменталистка и для меня было важно изучать вот эти все догмы религиозные и исследовать им вот в эзотерические вещи я верила только когда была совсем маленькая потому что у меня в это верила мама и я как-то автоматически неосмысливая критически у нее это перенимала то есть я тоже вместе с мамой уходила если кошка черная переходила нам дорогу мы обходили это место и все такое прочее но как только я уже немного подросла я уже перестала в это верить вот какое-то время я была фундаменталистка то есть все четко по букве прям как интелла неизвестный почти я очень яростно спорила с атеистами насколько могла и наверное я выглядела ужасно глупо но тем не менее из этих споров я почерпнула очень много полезного и интересного что потом впоследствии мне помогло отойти от религии ну уже через много лет когда смогла это обдумать вообще переход от фундаментализма в атеизм он был постепенный и вот что интересно что помогло мне стать хотя бы либеральной христианкой более-менее это статьи и книги Андрея Кураева то есть вот именно то что он писал что эволюция в принципе она не противоречит значит нашей вере и много другой вот как бы то есть постепенно под его влиянием и под влиянием других авторов которые я читала где-то к подростковому возрасту моя вера стала более как-то лояльной вот потом лет где-то 14 или 15 был такой поворотный момент что я прочитала полностью весь ветхий завет за лето и у меня он оказал большое впечатление из-за его жестокости ну то есть я вообще с самого начала задавала взрослым неудобные вопросы по поводу веры а им приходилось вкручиваться чтобы все объяснить и я делала что все было гладко а вот прочтение библии как вот Ливон по-моему верно заметил да что он может сделать атеистом вот со мной примерно то же самое произошло оно подорвало немного мою веру потому что я начала думать как так вот в новом завете бог он любящий отец ну хотя распятие сына она тоже не очень коррелирует но еще как-то стерпеть а в ветхом завете там вообще трэш угар целые народы просто под корень обрезаются там садом гаморы вообще сжигаются огнем всякая фигня такая я над тем много думала переживала и вот у меня это как бы первая трещина была в моей вере именно вот из-за этого ну вот кстати интересно потому что моя сестра которая по сей день является верующей и когда я сказал что я не верю она сказала что она не готова со мной говорить на эту тему она читала ветхий завет но на нее это оказалось совсем другое впечатление опять-таки моя семья они не фундаменталисты а они прежде всего эзотерики и это наверное ну влияет потому что она просто это объяснила что ну это жесткий формат это формат который работал для того времени но конечно сейчас такие вещи читать не стоит ну вот как-то так ну да ну да я тоже примерно так для себя это объясняла но иначе никак не получится в то же время я все еще строго все каноны блюла то есть это полнейши абсолютно целомудрие даже порно не посмотреть я ощущаю как я так жила это ужасно было поэтому сейчас ты отыгрываешься отрываешься просто посты вот эти вот которые 2-3 дней в году они постные ты почти ничего не кушаешь там какую-то фигню только молитвы утренние вечерние каждые недели ходить в церковь то есть я все это продолжала делать но постепенно вот я все больше и больше как-то умнела что ли со временем у меня все больше и больше развелось рациональное мышление и я все чаще подвергала сомнению различные аспекты своей религии например меня еще очень сильно смущало то как вот грешники мучаются в аду а праведники в это время блаженствуют в раю то есть праведникам получается пофиг что там люди страдают что там они мучаются и в то же время вот праведники они же должны быть добрые сострадательные но тем не менее им все равно что грешники мучаются вот это противоречие вот оно мне очень сильно как бы мешало мне верить я всем верующим другим задавал этот вопрос как это так совместить никто не мог мне дать разумительного ответа многие просто говорили зачем ты об этом думаешь меня это очень злило потому что я думала ну надо же думать во что ты веришь надо разбираться во всем но там еще возлюбил врага своего и насколько я помню прости его и любят они еще всех тех кто в аду а как вот если они их любят они не расстраиваются из-за их мучений может они немножко скорбят но в раю так хорошо что они не очень сильно скорбят ну ты замечаешь вот уже 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 не что-то невравильное в заметке которая была в забрай сообществе которая называется нет религии без преступлений ну там показаны пункты почему вот религия ведет к тому что человек теряется страдания и так далее и так далее вот этот пункт там естественно был указан ну как так люди понимают что страдают например их близкие в аду им приходится как бы терять сочувствие другим людям чтобы как-то это принять да кстати по поводу жестокости бога в ветхом завете например когда я читал у меня вообще не вызывало какого-то когнитивного диссонанса это окей бог бог жестокий чувак окей типа меня это устроило вообще как концепция такого бога меня вообще устроила в тот момент типа окей будь жестокий начальник я все время к своей религиозности просто не могла даже усомниться в том что бог он добрый любит меня потому что меня больше никто не любил я думала ну хоть бог у меня еще был интересный опыт общения с ну ребята были там русские армяне но изучали иудаизм у меня был интересный опыт общения по поводу их трактовок они ну евреи ну хотя таких такой еврейской диаспоры нету в армении но там есть как бы какие-то организации где люди просто изучают как бы вот этот ну нельзя назвать это воскресной школой просто люди собираются изучают иудейский подход вот иудаизм вообще и вот у меня была пара друзей из этой тусовки и они и они тоже очень так сказать спокойно реагировали на такие вещи просто с точки зрения иудаизма это не просто там описывается не просто бог а именно бог народа израилева который а народ этот им избран и он типа ради исходя из интересов своего народа выпиливал другие народы и вообще принимал различного рода решения которые только им выгодны а остальные люди страдали ну я во время своей религиозности как бы еще много задумалась почему именно христианство почему на православие а что плохого в других религиях и в итоге вот из-за своего искаженного восприятия интеллектуальной нечестности мне казалось что именно христианство и бог добрый вселюбящий и всепрощающий а в других религиях он не такой как бы хороший поэтому даже если они верны не было бы смысла подчиняться такому нехорошему богу не то что наш а мне наоборот вся эта риторика которую Долкинс и Хитчинс предлагали мне она казалась поверхностной и совершенно глупой потому что я всегда считал что ну как это все просто поверхностные различия на самом деле бог один и говорить о том что ну вы знаете есть христианский бог а есть там какой-нибудь индуистский или мусульманский для меня это был нонсенс для меня это был один бог просто преломленный в сознании разных культур то есть ты экуминист был по сути ну наверное я не очень знаком с этим термином сейчас не помню это вообще не хорошие чуваки они мешают православным быть православными но так или иначе вот например тот же Семен Франк который считается ну то есть я чуть из философов я читал только его когда дело касалось православие но он очень влиятельный философ 20 века и он придерживался таких же взглядов и у него чем вообще человек умнее тем более изощренные может объяснение придумать и поэтому в его книгах у него есть много трудов на эту тему там настолько остроумно если так можно сказать может быть даже глубоко проанализировано православие и оно так объяснено что все вот эти вот вещи которые говорит Докинс Хитчинс вообще любая научная любая научная критика православие христианство она становится просто ну он отражает их все просто своей интерпретацией религии и в частности по поводу Бога я всегда мог сказать вы знаете они например говорят мусульманский Бог и там Бог еще какой-то религии он противоречит христианскому я мог сказать но вы знаете на самом деле нет как минимум мы можем сказать что у них есть одинаковые черты например все эти Боги являются скажем вне времени и пространства я понимаю Докинса и Хитчинса но я все-таки считаю что они все равно не убеждают людей которые убеждены философией то есть меня они не убедили и хотя ясно что кто-то ну кого-то убеждает но вот меня например ни Докинс ни Хитчинс не убедили и я с удовольствием смотрел дебаты с ними и они просто проходили мимо то есть для меня это было не обо мне если ты находишь хоть одно различие между мусульманским так сказать мусульманским богом то все это все это утверждение единости фальсифицируется сразу и рушится нет почему ты рассуждаешь что то что как воспринимает мир мусульманин например идеально совместимо с его представлением о боге а то как ощущает мир христианин идеально с представлением то есть у каждого свое представление и под эту интерпретацию ложится его видение бога вот и все я говорю не про интерпретацию а то что делает их бог качество ну да но для этого нужно конечно чтобы каждый верующий очень хорошо и очень буквально воспринимал то что написано в их книгах а на этапе увлечения философией этого не происходит уже ладно давайте дадим его и не закончить да я только скажу что у меня точно такие же были взгляды как у Кирилла в какой-то период что и кстати по поводу того что есть различия например в Коране и в Библии это вообще не убеждает люди просто ошиблись окей есть единый бог его разные люди по-разному правильно я говорю правильно я говорю есть единый бог два разных учения ошибочно его трактуют вот и все ну собственно говоря я думала совершенно не так как вы я считала что христианский бог вот он реально существует объективно а все остальные это выдумки и я даже так думала что даже если бы бог был не таким как его представляли христиане а таким как например мусульмане то он был бы нехороший ему бы не стоило поклоняться но тем не менее я думала что вот мусульманского бога его нет или там буддийских там будды в качестве бога тоже в качестве такого чувака перевоплощающегося что его тоже не существует объективно то есть вот я чисто была вот полностью твердо на христианских позициях стояла своих что дальше происходило когда я стала более-менее иметь либеральные взгляды я постепенно стала отходить от вот этой обрядовости ну то есть стала меньше молиться там реже церковь посещать этому способствовало мое увлечение математикой то что я уехала в Москву от родителей которые были религиозными и здесь я стала больше общаться с нерелигиозными людьми и мое мышление стало чуточку тоже меняться из-за этого для меня как бы многие вещи которые казались очевидными в окружении религиозных людей перестали быть таковыми когда я увидела людей которые без этого всего спокойно живут в то же время я продолжала как будто эти свои мысленные изыскания апологетские пыталась разрешить эти вопросы с адом и раем там с различием ветхом новом завете и многие другие и вот я думала думала на эти темы в итоге все больше и больше появлялось вопросов все меньше ответов я на них находила и таким поворотным моментом было когда я совсем стала сильно сомневаться в своей религии и я решила четко что какова бы ни была истина я все равно не буду обманываться и вот я вот именно докопаюсь до правды чего бы то ни стоило даже если она мне не понравится ну это так звучит конечно но это так нормально и вот помню я как-то все-таки тем не менее хотя так решила я все-таки цепляла свою веру вот последняя из религиозных книг которую я прочитала это была книжка Журинская Журинская и Худеева о вещах простых и ясных но там уже настолько разбавленное жидкое христианство было можно сказать что вот оно как бы уже почти подходило к деизму по своей консистенции потому что они они да они отвечали на вопрос атеистов как бы на которые и я хотела найти ответ но они так изворотливо отвечали что от сущности как бы христианской веры ничего не оставалось то есть а вот это все не важно главное что вот Евангелие написано так а все остальные источники кроме Евангелия они второстепенные ну а само Евангелие оно конечно трактуется в угоду современности вот ну об этом лучше составить представление если самим прочитать эту книгу ну я в принципе ее рекомендую она интересная может быть кто-то ее воспримет иначе чем я ну в общем эта книга она мне не дала никаких ответов она показала что уступки науки они как бы и современным взглядом на мораль и все остальное они отрывают куски от как бы христианства и делают его более жидким более похожим на деизм то есть это не решение проблемы было и еще следующим последним поворотным моментом стала книга Докинза Бог как иллюзия то есть я решила реально детально разобраться с тем почему атеисты они не верят в Бога и вот эту книгу мне все атеисты рекомендовали и я решила ее прочитать чтобы узнать что там такое пишут ну когда я прочитала я поняла что у меня вот и совсем честно посмотреть никаких аргументов пользы существования Бога не осталось потому что вот он четко прям по полочкам все разложил Докинз то есть меня наоборот Докинз очень сильно убедил я была под большим впечатлением и после этого я еще прочитала книгу паранормальное явление научный взгляд правильно называется я их не знаю не откупили ну там то есть после Докинза у меня оставались только паранормальные как бы доводы в пользу Бога там свой личный опыт молитвенность и все такое прочее и но он был опровергнут как бы вот этой книгой в которой очень хорошо после учреждения науки объяснялись паранормальные явления я после этого поняла что как бы ну все уже мне ну не за что цепляться просто никого нет выхода кроме как стать атеисткой иначе это уже будет нечестность самообман у меня кстати тоже даже после того как я написал статью про Лазарева и пришел к совершенно неожиданным выводам даже после того как я отказался от христианства и я еще оставался полтора месяца атеистом у меня еще было последний элемент сверхъестественности а именно некий опыт в моей семье разных людей разных необычных вещих снов то есть когда людям что-то снилось затем это в точности повторялось у моей мамы очень много было таких событий типа того что она там могла предсказать имя ребенка у которого родится когда родители не говорили про то как они собираются назвать либо приснился какой-то человек который что-то там делал и потом он приезжал через месяц и оказалось что в этот день именно он что-то и делал и так далее мне казалось что ну как ну мне не могут родственники обманывать и лишь затем я даже на том этапе уже понял что нет я все-таки ну и даже если это реально я не вижу причин почему это должно объяснено быть сверхъестественным ну мало ли может есть какие-то там квантовые явления ну вот но неважно как это объясняется я не вижу причин почему я должен считать это сверхъестественным а потом вот так же как ты Лаида я стал изучать уже к тому времени скажем так к тому времени я вдруг понял что тот объем знаний который я получил по всяким паранормальным явлениям а точнее по всяким шарлатанам и по тому как их разоблачали другие люди я уже понял что я могу сам составить представление и я например стал расспрашивать своих родственников свою маму например относительно вещих снов и выяснилось что оказывается если начинаешь выяснять узнавать детали а вот тут оказывается она вообще-то с человеком говорила заранее а вот тут вообще-то она сказала что имя будет таким но вообще-то ей и до этого что-то такое говорили а вот тут на самом деле она имя не угадала а просто угадала будет мальчик или девочка а тут вероятность как бы не очень такая 50 шито белыми нитками ну да то есть когда начинаешь разбираться выясняется или например выясняется у нее у моей мамы был рассказ про то как она увидела во сне что какой-то человек катается ну их приятель нашей семьи он катается на водных лыжах и это было еще в период СССР когда тоже в общем-то не каждый катался на водных лыжах вроде вообще такие вещи были довольно редко редкостью такого рода развлечения и вот он приезжал приехал и вот он сказал что он катался на водных лыжах и она так типа удивилась что такой сон у нее был и как раз в тот же день но затем выяснилось что вообще-то она не сказала в тот же день она сказала только через некоторое время вспомнила об этом событии а в тот день когда он рассказал она как-то не вспомнила и в общем я понял что здесь на самом деле никто даже подтвердить не может со стороны что такое было а теперь зная различные вещи типа как телескопия когда человек задним числом может поменять ему кажется что это произошло например в один день это могло произойти вообще через полгода но я понял что это все просто очень ну неубедительно ну вот в сущности после книги Докинза я уже практически стала атеисткой дальше только занималась исследованиями в смысле читала там ну громко сказано конечно исследованиями это лично для меня исследования это не научная какая-то штука ну то есть читала книги по нейрофизиологии по скептицизму вот потом стала в подкасте участвовать принимать и так я стала в принципе скептиком ну и не знаю я воспитывалась в умеренном православной семье то есть меня крестили мы когда-то ездили в церковь но там никто веру не навязывал ну там иконка висела в каком-то там красном углу ну так ненавязчиво все было там святая вода какие-то праздники которые все отмечают типа Пасхи такое либеральное христианство которое ну как бы есть но никакого знания библии соблюдения особо постов и догм там ничего такого не было вот но сначала мне казалось что как же так ну почему моя семья не следует там заветам почему вот они соблюдают только ну какое-то такое поверхностное православие то есть для вида там делают все и все но потом я начала замечать что православные какие-то люди как правило лицемерные ну злые и у меня это начал вызывать какой-то диссонанс собственно и плюс детство у меня было достаточно тяжелое и сначала мне казалось что добрый боженька меня только любит а потом я начала понимать что жизнь у меня дерьмовая и вроде как я пока еще ничего плохого не сделала уже у меня все плохо здесь дерьмовая папаша у меня мудак редкостный вообще ну как бы он все зло на меня срывал там ну и так далее вот ну и плюс какие-то а я не знаю я это уже не к микрофон по-моему говорю ну и мало того что с родителями не повезло плюс еще ну в принципе в детстве какие-то такие мелочи типа поругаться с друзьями воспринимаются как тоже что-то такое эпичное очень страшное и когда ты остаешься один на один с этим миром тебе все равно кто-то нужен вот и сначала у меня пошло разочарование от бога точнее разочарование богом ну что я начала думать что он все-таки злой что несправедливый что вот то есть люди ничего не делают плохого но не только я им все равно плохо и я нашла веселое решение которое называется сатанизм кошек я не резала но все-таки я поняла что бог не наш бро а вот сатана наш бро что это вот в принципе в школе например я так же как и сатана часто страдала от того что я грубо говоря авторитетным людям там учителям или даже своему папаше указывала на какие-то ошибки за что получала люлей собственно по-моему за это сатана и поплатился полетом в ад то что он указал богу на то что тот не идеален ты отличный проповедник кстати я прям протекаю каждую мысль у меня было насчет того что сатана бро очень многие люди сталкиваются когда от чистого христианства они перетекают к такому как будет к такому дуализму когда вешают на какого-то злого духа все плохие события начинаешь понимать что это злой дух типа более могущественный потому что бог типа всех любит но он не может остановить весь этот кошмар и типа получается что сатан что надо молиться вообще-то сатане а потому что он рулит ну да и такие мысли были но у меня больше было то что сатана на самом деле не злой могущественный а он на самом деле справедливый и так скажем властью обиженный ну то есть как такой некий герой который попал как это называется в общем мученик да что-то типа мученика который из-за справедливости но эта справедливость не угодно властителю поэтому он хромой теперь несчастный живет в отвратительном месте да давайте его пожалеем да и начинаешь после этого вот а потом как-то видимо мне наскучили все эти какие-то персонализированные боги я не знаю или что-то мне начало это казаться все каким-то странным что есть какой-то конкретный мужик еще есть другой мужик еще куча архангелов и у меня уже появилось скажем так что называется поклонение природе там ну да что-то в духе язычества пантеизм что ну то есть как бы да меня некоторые обвиняют что-то в родноверии но я не сказала что я была именно прям родновером потому что ну как мне кажется что просто вот эти все названия богов изначально были придуманы потому что люди просто не знали как объяснить какие-то природные явления и давали им названия персоналий а сейчас уже ну в наше время в этом нет необходимости ну для определенного в определенном возрасте для меня это было какое-то такое романтическое увлечение я не знаю ну что это прикольно что есть какие-то такие духи которые управляют нашим миром что это не один какой-то всемогущественный бог а их много и они разные ну и то есть это было такое ну славянское язычество грубо говоря вот что там дальше плюс я занималась в это время фольклором фехтованием историческим реконструкцией соответственно в определенных кругах вращалась где там праздновались уже праздники немножко другие типа купалы корчуна и так далее и все это было реально весело и угарно не так уныло как те же всякие пасхи или еще какие-то посты вот и плюс там компания была больше фольклорная а не религиозная ну в общем короче это было весело реально участвовать во всех этих праздниках просто оно мне наскучило потому что они каждый год примерно одно и то же на всех праздниках вы что купались? конечно мне не нравятся монотеистические религии которые которые в основном очень сильно возвышают человека и делают его чем-то уникальным когда были вот многобожья там древняя Греция люди были мелкие в принципе было много мелких башков некоторых башков даже наказывали в принципе люди нормально с богами общались а здесь вот такой вот пришел один наобещал стрекорба и говорит поклоняйтесь мне и потом люди стали вот так вот на приватерской природе относиться и ко всему прочему да еще у язычества есть такая приятная идея что все мы произошли от богов но особенно у славянского там гиперборея все дела тоже прикольно и там мне тоже раньше не нравилась идея что мы произошли от обезьяны и думала как так моя бабушка не была обезьяной что за бред на самом деле меня вот что всегда расстраивало в этой моей жизни и возвращало к языческому мировоззрению тот факт что я читала там ну по большей части там западноевропейскую мифологию потому что у нас особо ничего нет такого где были драконы всякие мифические существа всевозможные чудеса и сейчас это преподносится языческо что это времена эти волшебные ушли и мне всегда было очень грустно что сейчас нет уже драконов и не знаю мне это до сих пор расстраивает что за окном никто не летает такой да большое страшное что нет волшебников колдунов ну был бы реально более интересный такой необыкновенный мир вот ну хотя здесь единственный выход заниматься наукой которую тоже можно воспринимать как какие-то чудеса в принципе не такие яркие конечно как в сказках но зато они реально есть вот мне сложно сказать как я конкретно ушла прямо от язычества потому что это происходило достаточно плавно ну как-то так как у меня не было никогда прямо такого поклонения там Перуну или Велесу там я не знаю я не молилась жертв не приносила и так далее и тому подобное и просто это было реально ну такой культ природы он в принципе сейчас остался просто нет скажем так одухотворения в данный момент и обожествления то есть природа это в принципе какое-то удивительное явление и пока на данный момент пока мы не нашли жизнь на других планетах и можно говорить что природа это уникальное явление вселенной ей можно бесконечно удивляться и восхищаться вот и плюс я изначально у меня было гуманитарное образование из-за того что я ненавидела свою математичку гуманитарное образование и даже любовь к философии художественной литературе они дают большую свободу для фантазии для я не знаю грубо говоря придумать можно во всей себе все что угодно а когда ты уже начинаешь переходить на естественные науки и начинаешь изучать этот мир то ты понимаешь что все фантазии которые есть в твоей голове они не имеют права на жизнь я сейчас прекрасно понимаю что не знаю есть такое мнение у всяких эзотериков что любая точка зрения имеет право на жизнь я совсем так не считаю точнее может оставаться точкой зрения но фантазии имеют право на жизнь просто можно писать рассказы например интересные по их мотивам ну в смысле да имеют право на жизнь фантазии но когда они остаются фантазиями они не пытаются задвинуть это что вот это на самом деле есть потому что кто-то что-то придумал я не знаю как многие эзотерики там саллипсизм тот же самый что вот то что есть в моей голове это и есть реальный мир но это же не так а вот я тебе задам свой любимый вопрос у тебя был четкий момент когда ты поняла что загрунной жизни нет или ты изначально в нее не верила или ты не задумывалась над этим ой конечно я всегда мечтала попасть в Альхалу ну не всегда в смысле с тех пор когда я узнала про него мне кажется это самый крутятский рай вообще из всех возможных вот православный рай меня никогда особо не вдохновлял вообще а когда я была сатанисткой я вообще мечтала попасть к сатане и жарить всяких плохих людей подработка найти нормальный вариант это было бы круто стало бы работником месяца да 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 а вот у меня лично были взгляды в сторону реинкарнации больше причем интересная история вот такая мне было лет пять наверное может быть шесть и ну я не помню я не помню как было я помню как мне родители рассказывали потом что вот мать заходит в комнату я весь бледный синий и типа мам я боюсь умереть вот и все вот у ребенка паника просто он сидит сейчас явно крыша едет у ребенка ну и мама объяснила мне принцип реинкарнации бедный маленький ливончик да я кстати в детстве тоже ночами часто чуть ли не плакала от осознания то мысли что я скоро умру что у меня там мама может умереть и меня это вызывало вообще ужас я сейчас грушу из-за этого но у меня кстати то же самое то что ты рассказываешь про панику у меня такое было но только не по отношению к себе типа что мама мама же может там умрет когда-то и вот это вот ощущение тоже было странным я хотел по этому поводу вопрос задать вот мы все уже типа не дети да а вот представляете ваш ребенок вот просто вот ваш ребенок просто в такой панике типа боя просто страх смерти его накрывает и он не может ну как сказать он может реально заболеть на этой почве вот вы будете ему лгать я ему расскажу про трансгуманизм а то есть ну насколько насколько это будет мне кажется что когда дело касается вот такой ну ситуации когда ребенок просто ночью проснулся или что-то там не может уснуть здесь действительно вот Лайда говорит трансгуманизм в принципе пойдет любая история здесь не обязательно заморачиваться может быть в этот момент можно что-то придумать главное ребенка успокоить в принципе очень часто мне например когда я вот просып маму будил и начинал такие говорить вещи она мне ничего не рассказывала она мне не рассказывала про реинкарнацию она просто меня успокаивала и этого было достаточно ну я считаю в любом случае детям нельзя лгать иначе они когда вырастут потом еще сильно обидятся и расстроятся как со мной это произошло а еще есть буси до путь воина то есть когда с самого да с самого малого детства готовят людей к смерти интересно заметить что за исключением Кати я так понимаю ни у кого из нас не было каких-то отрицательных прям чувств каких-то к религии то есть из того что ты рассказываешь грубо говоря ты стала приходить к атеизму или к какому-то может быть скептицизму что называется от плохой жизни можешь ты так сказать ну нет я бы не сказала ну просто тот факт что от православия я ушла в сатанизм ну грубо говоря я же говорю это не потому что ну как получается что я поняла что сатана круче реально и круче и не по моим меркам он был честнее для меня например честности это очень важный пункт и я не знаю насчет плохой жизни но я хотел еще обратить внимание на то что у каждого из нас был какой-то собственный путь но здесь вот вы все рассказывали практически у всех есть какие-то определенные общие моменты первый общий момент на который обратил внимание это смена круга общения вот практически у всех у нас это произошло в какой-то момент и это очень сильно влияет второй момент это какое-то образование а также глубокое знакомство с самой религией я слышу много историй людей которые были фундаменталистами и затем стали неверующими и я очень редко слышу от кого-то кто был бы либеральным верующим и стал неверующим вот в этой истории очень редки потому что как правило у человека нет никаких дилемм вот например даже если взять меня я понимаю что вот например там например моя сестра я ее упоминал она верующая но при этом она очень либеральная настолько что я не могу представить ситуации когда ее вера станет ну каким-то очень явным образом войдет в противоречие с какой-то жизненной ситуацией где там нужно например нужно будет принимать какое-то важное жизненно важное решение то есть для нее просто будет она просто отбросит веру сделает как нужно а потом ее вернет обратно Кирилл а твоя сестра спихнет толстяка на путь поезда чтобы он не приехал пятерых человек или она позволит поезду приехать пятерых на желстяк останется жив я не знаю надо задать вопрос не надо хулиганить на железных дорогах а ну я пока скажу что я например была либеральной верующей в детстве ну вообще в детстве сложно говорить о фундаментализме мне кажется потому что не знаю ребенок этого не понимает ничего нет сложно приходишь в школу короче начинаешь наезжать на учительниц по биологии говорите какое фуфло эволюция все смеются на того и одеваются я тоже наезжал на биологичку мне типа я не обезьяна и не волнуют но это просто было из-за того что учебник по биологии он очень мало уделяет советский особенно очень мало уделяет времени им на эволюционной биологии там настолько было мало информации что по сравнению с тем огромным материалом который я в тот момент знал о христианстве и вообще о ветхом завете конечно эти несколько страниц учебника не могли перевесить чашу я находил кучу аргументов для себя но сейчас уже такого нет сейчас вот как раз мы обсуждаем кто как перешел от религии к атеистическому мировоззрению еще есть же и обратный процесс к сожалению бывает люди от науки уходят в религию или там в эзотерику и это как-то гораздо более страшное явление на мой взгляд смерть близких например нет не смерть близких именно аж зачарование в науке как таковой я не так давно общался с девушкой она мне говорила кучу ахинеи что типа эффект доплера на самом деле объясняется чем-то другим все данные которые делают замеры с телескопов астрономов все это на самом деле полнейшая чушь не знаю либо она вообще в науке не разбирается либо там ну не знаю как-то у нее конфликт с начальством был как вот такое может быть либо она просто троллит нет она не троллит она сейчас полностью в эзотерику ушла жалуется что у нее по-прежнему всюду наука всплывает и это очень неудобно то есть вот она видит там может сразу как-то определить там технические составляющие чего-то говорит неудобно не могу расслабиться и полностью в эзотерику погрузиться странно очень много объяснений сразу в голову всплывает к сожалению насчет моего отношения к загробной жизни самым лучшим раем я считала всегда Вальхалу ну вернее когда я не узнала мне казалось что это самый вообще интересный вариант даже для женщины там место есть вот ну и соответственно надо как-то чтобы был путь воина и в принципе и жизнь у меня была такая и общалась я там с реконструкторами и все вот это вот романтика ну той жизни которой сейчас нет там все эти саги о небелунгах и так далее вот хотелось именно такой жизни я в принципе понимала что я умру и меня это нифига не пугало я наоборот ну как бы была готова умереть за великую идею плюс еще патриотизм то есть ну на самом деле в те времена сказочные не очень гораздо легче найти было великую идею за которую можно было легко умереть а в наше время это достаточно сложно ну то есть не знаю у нас какой-то дурацкий мир по-моему в этом плане достаточно скучный то есть нельзя опуститься например в кругосветное путешествие в неведомые дали потому что все дали уже изведаны до космоса нам еще далеко вот и из-за того что нельзя было следовать пути война так как время у нас такое спокойное относительно вот и кстати я была готова даже поехать в Чечню пойти в армию если бы была великая отечественная война я бы легко пошла на фронт ну скажем так когда мне было лет там 17-18 я не помню но когда я поняла что вот здесь и сейчас вообще ну ничего не светит такого какое-то такое разочарование что ты понимаешь что ты живешь в унылое время и тогда пришел дзен когда начинает приходить осознание того что вообще ничего не надо делать надо расслабиться не насиловать тебе мозги просто принять себя такой какая я есть принять этот мир таким какой он есть вот дескать все будет хорошо я в тот момент читала даже Ошу еще какие-то книги посвященные боддизмы или около того вот но на самом деле у Оши есть один замечательный плюс он в принципе некоторые вещи пишет ну так как скажем это например я читала книгу про любовь это тот же Фром только очень-очень популярно и например после этого после прочтения Оша когда мне посоветовали прочитать Фрома я так думаю ого здесь написано все то же самое только намного круче обоснованней и интересней ну то есть так плавно произошел переход ну я бы не сказала что Оша это прям такая вообще полная фигня и фуфло потому что некоторые вещи он пишет без фанатизма без какого-то ну Оша вообще ориентирован на такой естественной страсти человека то есть он в некоторых местах открыто пропагандирует то есть любите друг друга трахаете сделайте что хотите в принципе он даже насколько помню считал святым человеком Гитлера и так далее и тому подобное я такого не знаю есть мало чего а ну вот потом я поступила в университет на естественную научную специальность и соответственно уже там надо было хорошо знать биологию как минимум и я не знаю у меня совершенно естественным путем начало как-то все в голове перестраиваться то есть вот это все божественное отношение к природе оно просто ну само по себе исчезло вот Кирилл говорил про то что у нас изменился круг общения и поэтому у нас изменилось мировоззрение у меня скорее наоборот я начинаю там что-то осознавать грубо говоря что там Бога нет что я не знаю что духов не существует что загробного мира не существует и тогда я понимаю что вот люди с которыми я на данный момент общаюсь мне с ними например сложно уже проблематично общаться потому что они там завязли в каких-то религиозных или эзотерических кругах и поэтому я начинаю искать новых себе знакомых пусть даже например сейчас через интернет тоже общество скептиков и так далее и тому подобное то есть я сюда не мы сюда пришли уже будучи скажем так скептиками готовенькими да готовенькими в отличие от всех присутствующих я никогда не был верующим или эзотериком я рос в нерелигиозной семье но в ненаучной то есть мои родители мои родители не были и не являются скептиками они так скажем не интересуются наукой но нерелигиозной значит дальние родственники в детстве давали мне читать и Библию и собственно рассказывали свои истории религиозные но это на меня совсем никак не повлияло вот задавали всем такой вопрос задавали всем вопрос верили вы в загробную жизнь я в детстве не мог обосновать существование загробной жизни я не верил и вот в школе скажу средней я не могу сказать что я был атеист я скорее был агностиком то есть я просто не мог сказать есть ли Бог нет есть ли такие сущности я говорил нет не знаю просто не знаю но в старших уже классах у меня пошел сильный уклон ново-теизм когда я уже интересовался вещами связанной допустим с эволюцией с тем как ну вот паранормальные вещи фокусники делают допустим и так далее и вот на первых курсах я уже стал читать многие эти вещи и у меня вот спрямовалось такое очень сильное материалистическое мировоззрение ну и вот на старших курсах так скажем этот процесс был уже полностью совершен ну я думаю что среди тех кто был верующим мы можем выделить несколько каких-то общих моментов практически у всех произошла смена круга общения и это очень сильно повлияло на наше мировоззрение которое перестало усиливаться мнениями окружающих людей это оказалось важнейшим фактором для многих также изучение подробно религии когда мы брали интервью у Миши Лидина он рассказывал о том что он стал читать критику у меня этот был момент у многих верующих такой момент был но одни верующие сразу отбрасывали критику почитали и все а некоторые люди начинают вчитываться и действительно попытаться понять поэтому вот какое-то такое любопытство я так понимаю может играть роль и третий момент это уже не причина но я обратил внимание вот Илайда говорила и у меня то же самое чувство было вот это желание докопаться до истины и вот это вот когда у меня проявлялось как мне было тошно представлять что я буду копаться в какой-то ерунде мне хотелось разобраться до самого конца и даже был готов потратить на это большое количество времени но узнать и вот у некоторых людей они тоже говорят что такое чувство есть но в целом конечно у каждого человека это настолько по-разному что одна из причин почему мы занимаемся обществом скептиков и одна из причин почему мы например тратим время на дискутирование с какими-то верующими людьми она связана по крайней мере я для себя это мотивирую тем что ты никогда не знаешь как отреагирует другой человек на твои доводы и даже если кто-то ну верит в какие-то сверхъестественные вещи и в дискуссии может быть даже говорит какие-то с точки зрения материалиста глупости нужно понимать что неизвестно как твои слова скажутся потом и многие из нас говорили о том что они читали что-то а затем это набрало какое-то критическое масса набралось и мы перешли через этот рубеж и поняли что мы больше не живем выдумками вот мне кажется что поэтому все вот эти все вся вот эта деятельность и наши подкасты и наши группы это конечно я очень надеюсь что это будет кому-то помогать и что какие-то люди которые сомневаются или начинают сомневаться мы им тоже поможем прийти к все-таки рациональному восприятию реальности к адекватному восприятию реальности один из законов диалектики переход количества в качество ну что я думаю что на этом можно завершить подкаст я надеюсь что мы удовлетворили запросы наших слушателей и подробно рассказали о наших о изменении нашего мировоззрения ну что ж до следующей встречи до следующей встречи